короче вообще друзья никто не ожидал что будет настолько тяжело идти мы прошли возможно чуть чуть больше полпути уже хочется очень сильно кушать энергии нету а еще идти около 2 3 кам и уже стемнело у короче надо надо как-то дойти обратно не пойдешь же блин в общем друзья идем 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 дальше он все лежат сидят я тоже присел друзья давайте дальше смотрим добрались уже до реки помните да говорил что сложно тяжело так вот еще умножьте на 3 и вот настолько тяжело идти по снегу но мы потихоньку добрались устали капец ноги болят очень сильно у ее степа ты чё кое-как кое-как что там нормально все ну-ка там ведро посмотри-ка я полное ведро в прошлый раз оставил полное ведро воды прикинь лоптик нет думаешь нормально будете возможно друзья вечер у нас мы дико устали и просто сейчас вообще нету желания никакого снимать просто приготовим сейчас охотскую картошечку до охотничая картошка с колбасой с картошкой там чеснок лук мы сейчас мешание разведем костер для прогреем казан и уже все будем закидывать сегодня мы взяли с собой друзья огурцы и помидоры закатаны это получается мне бабуля закатывала стёпа сегодня готовит охотничьей картошку охотничью картошку с колбасой и с картошечкой ну лук обязательно но еще и сало и чеснок мы сидим да друзья все в избе уже сколько градусов почти 30 до 28 серьезно 28 градусов избушка для картошка друзья если вы давно планируете начать ходить походы для этого в первую очередь нужен будет отличный рюкзак поэтому друзья давайте перейдем на е-каталог и подберем для себя нужные варианты открываем раздел туризм далее нажимаем рюкзаки и начинаем поиск выбираем любимые фирмы и направление для которого эти рюкзаки будут использоваться мужские или женские литраж данных рюкзаков и находим нужный нам рюкзак этот нам вполне подойдет посмотрим основные характеристики и посмотрим отзывы о товаре внимательно читаем для надежности а затем глянем где можно взять по доступной цене в вашем городе друзья если вы до сих пор не знаете какой вам портфель выбрать я каталогу вам в этом поможет ссылки будут в описании под этим роликом переходите и выбирать я каталогу вам в описании под этим роликом Продолжение следует... 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 сюда еще немного жира, сейчас жир нагреется и добавляем сюда мясо. Добавляем мясо, свинину и курицу. Это жир. Так, мясо обжарили, добавляем морковь. И тоже постоянно перемешиваем и обжариваем. Морковь тоже хорошо обжарилась, добавляем туда лук. Ещё немножко обжариваем и заливаем водой. Всё обжарили, заливаем водой и томим минут 30-40. Воды налили немного, сейчас она ещё немножко у нас испарится, пока всё это будет томиться. Сейчас уже на этом этапе добавляем соль и специи. Специи выбор небольшой, поэтому просто добавим смесь перцев и всё. Так, тут у нас уже всё хорошо протушилось. И добавляем туда нашу перловку. Тぇ-тоiadaный бутылочка. Воду соль-то надessen Comłu. все разравниваем чтобы рука была сверху и зальем немного воды добавляем воды чтобы я скрывала закрываем крышку ничего не перемешиваем и так друзья у нас уже стемнело тут варится плов из каши ступлю уже друзья напилили немного горбыля собственно мешание его шкурит и сегодня мы будем разводить якобы большой большой костер вот там стёпа трудится чё-то делаем вот прям такой костер короче посмотрим что получится друзья аккумулятор садится на камере пойду поставлю на зарядку и уже после какие-то кадры делаем я сейчас уже сразу хотим сразу хотим забить и сделать дверь не знаю как получится конечно но это блин опасно почему потому что мало ли чем не получится мало ли что пойдет не так я уверен что получится а а а а а а а а а степа там все у компании укомплектовал пробил одну сторону вот такая красивая верандочка маленькая небольшая кое-как вот как мы сейчас ссали кору потому что все стыло все мерзло ты чё там погреться заходил я распилил все подготовлено для того чтобы выпили дверь вот они гвозди по 2 получается это чтобы держал дверь это что это у нас а это чтобы вот эту сторону короче держал сейчас будем выпиливать уже капец как мерзну являем вот 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 И попался в ригу. Сать, придерживай дверь, может упасть. Друзья, на улице сегодня будет очень холодно. Минус 25, минус 30, я думаю, будет точно. А уже минус 25 было, да? Не, ну минус 24 было. В избе, конечно, тепло. 30 градусов. Но опять это тепло, как бы, такое. Ну, хотя на часа 3 хватит, я думаю. Да, должно по-любому. Сейчас, что мы делаем? Вот у нас целый казан стоит. Плово, каши, называйте как хотите. В общем, плов из перловки. Да, забыл сказать, что чеснок добавлять абы. В конце там? Ну нет, не в конце, когда вот уже перловку засыпали туда. В общем, сейчас будем ужинать. Время уже 8 час. У нас тут сало соленое. Мишаня нарезает. Окно открыто. Тепло. Жиры. Я уже хочу ужасно, ужасно хочу есть. А мне кажется, все хотят кушать. Поэтому, друзья, мы будем накладывать, ужинать. И потом пойдем разводить большой-большой костер. Почему? Да потому что Мишаня хочет. Он говорит, у меня день рождения, я хочу большой костер. Ну да, давно хотел большой костер. Да. Сделаем большой костер. Погреемся. Ну вот, друзья, каша, сало, хлеб у ребят тоже по порциям. У нас кружки. Их сюда пока. В общем, ужинаем. Ужинаем, друзья. Всем приятного аппетита, как всегда. Всем приятного аппетита. Да, вообще, по сути, плов из, еще раз, перловки. Я вообще, в принципе, перловку не люблю, но я сейчас попробовал. Вкусный. Интересный вкус. Вкусный. Вкусный, да? Сейчас попробуем с салом прикуску. Поглядим, что получится. Ладно, друзья, мы ужинать. Вам приятного аппетита всем. Кто ест, кто не ест, без разницы. Вообще, такое блюдо с интересным вкусом я не ел давно. Это реально что-то... Ну, знаете, вот бывает, когда долго чего-то не происходит, и тут раз пробуешь, и понимаешь, что вот это должно было случиться. И вот каша. Плов. Вещь, вообще, друзья, вещь. Очень вкусная вещь. Поэтому смело берите на вооружение, готовьте, пробуйте. Еще раз повторюсь, экспериментируйте. Все, друзья, мы едим. Короче, друзья, все, идем поджигать костер. Поели, чай попили, немного в картишке порубились. Так, друзья, на улице-то уже похолодало, блин. Минус 20... Ну, 26. Стрелка вон тут бегает. Короче, минус 26. Весбе плюс 26. Факел делаешь? Да, факел делаю. Степа делает факел. Сейчас пойдем разводить костер. Что-то, блин, холодно стало. Тепло. О, костер разгорелся. О, красота. Топор, ну что, сейчас топор сожгем? А где он? Вон там, снизу лежит. О, такое красота. Пошла жара. Пошла жара. Пошла? Пошла? Пошла. Вот, вот это мультитул. Фирмы Рохан. Хороший мультитул. До двух хватит. На дворе ночь, а мы с Мишаней дверь делаем. А Саня там в избушке работает, порядок наводит. На улице уже минус двадцать шесть градусов. Мы продолжаем работу по установке двери. Наш большой костер уже практически догорел. Ну, на, это не останавливает. Что, как нормально? Да, вообще куда-то. Ну, ништяк. Не, пожалуйста. Вот так вот. Давай. Так, делаем импровизированную Z. Да, вот сюда импровизированную. Ну да. Потому что плотники мы от бога. А это, да, это еще куда бежать. Блин, бузика остались у нас. Не очень хорошая. Сейчас выпрямлять будем. Осталось перекрутить шарниры и поставить. И все будет готово. Приступаем. Пошел процесс. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, блин, дверь вообще не отличается. Как бы, если не знать, да, если не приглядываться, то хрен ты найдешь, где я тут вход. Да, да. Прикольно. Горбы лишает, друзья. Горбы лишает, я вам серьезно говорю. Короче, друзья. Рекордные. 29-30 градусов. Ага. Приподними-ка ее. Вот они. Ну, 29-30, да. К 30-ке опустится точно ночью, а то и ниже. А к утру может вообще еще больше. Да. Сделали мы ручки. Такие вот из можжевельника. Вот тут разошлось. Найдем новую, поменяем. Так вот все открывается. Пришел, закрыл. Здесь тоже сделали ручку. Тоже из можжевельника. Тут тоже у нас разошлось. Здесь нормально. На саморезы все сделали. Заходим. Холодно, капец. Друзья, на улице минус 30 у нас. Первый раз у нас вообще такое происходит. А в Визбе мы вот ходим так вот просто вот. В футболках. В Визбе 20 градусов. Уже полчаса, наверное, не подкидывали дров. Кабанчик все равно понемногу чушает. И скоро уже ляжем спать. Доброе утро. Мы уже проснулись. Сейчас пьем кофейку. Провожаем Степу. Степа сегодня уходит домой. И продолжаем делать. Что мы будем делать? У нас на улице по-прежнему минус 31 градусов. Ночью не выходили, не проверяли, не смотрели сколько градусов. 31 даже показывает. Если видно, конечно, будет. Ночью не хотели выходить, проверять. Потому что холодно. Очень сильно холодно. И мы не знаем, что сегодня даже будем делать. Скорее всего внутри, что мы будем делать. Так что вот так. Вот результат вчерашней нашей работы. Вечерней. Все получилось хорошо. Буков-пюжет сделали. То есть никого уже не разойдет. Хорошо стоит. Открывается. Открывается тоже хорошо. Тут шарниры посадили на саморезы. Один получается внутрь. Туда загнали. Закрутили один. Тут с этой стороны. И там тоже самое. Ручки вот такие вот. Ну ничего, поменяем. И все. Тут такой стопор сделали, чтобы не выходила дальше дверь. А то она полностью выходила внутрь уже. Заходила. Ну что, Степан, готовь идти? Да, всегда готов. Путь длинный. Минус 30. Минус 31. Благо есть тропа. Тебя повезло. Что-то типа того. Которая застыла. И по которой будет достаточно хорошо идти. Хорошо, что не было снега. Да, будем надеяться, что дойдем хорошо. Не переметил там ничего. Ну так-то не должно. На дорожечку присядем. Давай. Если что, звони. По-любому. Если решишь зайти ко мне, мало ли там замерз. Замерз-то вряд ли. Устал, да? Только встал уже устал. Все дорога, все дорога. Все из-за дороги. Все, у всех втроем. Ноги болят, спины болят, руки болят. Все болит. Все болит мышцы. Так, что, пойдем провожать? Да. Ну, пойдем. Давай, если забудешься. Звони-ка. Кричи. Кричи, я забуду. Ау! Давай, мужик. Давай, хорошие дороги, Ваши. Ну что, значит, идти налегке. Да? Сейчас расходится нормально, мышцы перейдут. А мы с волокушием, потачиваемся. Кто не знает, у Степы есть еще и инстаграм. Ссылки мы оставим в описании под этим роликом. Кому интересно, заходите, смотрите. У нас тоже есть инстаграм. Да, и у нас тоже еще инстаграм есть. Тоже будут ссылки внизу, в описании. Вот и подошел к концу наш ролик. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи. Пока-пока, друзья. Пока-пока, друзья.